Всем здарова народ, с вами Варчик. В начале этого года вышел патч, в котором были двуствольные танки. Такая не особо длинная недоветочка, на конце которого находился СТ-2. Этот танк уже довольно-таки давно раскручивался, распиаривался и был популярным еще до того, как выйдет. Но после того, как он вышел, он лопнул как мыльный пузырь. Ни тебе популярности, ни заинтересованности, все сразу поняли, что это такое. И в рандоме вы это корыто практически никогда не найдете. Его выкачали в основном те, кто много и хорошо, более-менее играет в картошку, просто потому что в картошке нечем заниматься, кроме как выкачать еще одну ветку, которая не нужна вообще ни для чего. И это в тот год, когда у картошки юбилей, 10 лет праздник, невероятная дата, 10 лет выпускания пахучих патчей. Казалось бы, советский танк тяжелый, будет популярный, выпусти нормальную ветку, нормальный танк, все будет хорошо. Но уже буквально после 8 левела идет какое-то чудовище, уродское и конченое, и продолжается это то же самое и на 10 левеле, возводя конченность в абсолют. Что же плохого в этом танке? Хотя наверное начнем с плюсов, поскольку их почти нет, будет это недолго. Пушка хорошо опускается, конечно это не 10 градусов, 8, но вполне себе удобно и комфортно стрелять из-за небольших холмиков, никаких проблем с этим нет. Также хоть и точность у этого танка 0.4, там просто кривущая косувь, казалось бы по цифрам вообще не должно никуда попадать, но на самом деле картошка выкрутила стабилизацию так, что никогда особо-то и не приходится что-то там выцеливать, просто видишь врага, наводишь на него кружочек, нажимаешь выстрел, шанс попасть очень большой, потому что пушка практически всегда сведена. Все, это все плюсы этого танка. Удобно стрелять, я бы их назвал так, потому что пушка опускается и стабилизация хорошая. Больше у этого танка нет ни единого плюса вообще нигде, абсолютно все остальные параметры посредственные. И это танк 10 уровня, который мог просто стать популярным, интересным и как минимум нормальным, а не просто удобно стрелять. Дальше начинаются минусы и это просто ужасно. Самый основной наверное минус, который не позволяет вам удобно стрелять и руинит вообще все остальные параметры этого танка абсолютно полностью, это его мобильность. Он абсолютно вообще не поворачивается, мобильности нету никакой. Он не динамичный, он не верткий, он никакой. Такое ощущение, что его гвоздями к земле прибили и он пытается как-то еще и двигаться. Скорость поворота башни 16 градусов в секунду. Такое ощущение, что башню просто по кругу приклеили на суперклей и все. Она вообще не поворачивается. Корпус то же самое, 26 градусов. Это танк, который просто едет прямо и чтобы повернуться, надо несколько боев, чтобы прошло. И добавляем к этому еще один минус, пониженное пробитие. К чему оно вообще непонятно? К чему пониженное пробитие, если ты никуда не успеваешь ни доехать, ни подъехать? Вот если бы ты наоборот был бы маневренный и быстрый, ты мог бы с пониженным пробитием как-то там ездить, крутиться, вертеться и заезжать к врагу с той стороны, где тебе будет удобнее пробивать. А так получается ты за счет того, что ты медленный и неповоротливый, выезжаешь там, где приходится, как попало, потому что у тебя просто нету времени и возможности выехать по-другому. А у тебя еще и пробитие, ну такое себе. И ты попадаешь, потому что стабилизация хорошая, у Венчика хватает, но толку, что ты попадаешь не сильно много, если против тебя хорошо бронированные вертки, там скользкий какой-то танчик, ты можешь хорошо себя показать только в игре от башни против каких-нибудь кастрюль, которые просто бесполезны и абсолютно сами по себе. И уже по этим параметрам тяжело показать какие-то результаты на этом танке. Он абсолютно не создан для результативности, на нем невозможно держать высокий средний урон. Влиять слишком сильно на бой ты тоже не сможешь, потому что ты никуда не успеваешь. Эффективность нанесения огня твоя почти нулевая, потому что ты не успеваешь стрелять там, где нужно, а если успел, то твое пробитие такое себе. Казалось бы, раз он такой медленный, возможно он везде бронированный. Ну в принципе броня какая-то у него есть, но НЛД пробивается практически любыми восьмерками ББшками. Ну такая себе броня. Если довернуть НЛД, то оно будет пробиваться ПТ-8 и голдой обычных танков в НЛД будет легко в принципе. ПТ-8 и остальные танчики, если зарядят голду, смогут пробивать даже ВЛД. Особенно в это окошко мехвода, которое четенько посредине ВЛД. Что касаемо лючка, там тоже что-то типа 230 мм, что тоже не так уж и много. По сути, как этот танчик не крути, брони у него во лбу не сильно-то густо, даже против восьмерок. Если бы мы всегда играли против восьмерок, то в принципе, что-то иногда бы отбивалось. Но мы на 10 уровне, а на 10 уровне такая броня ничего не танкует практически никогда. Он только бортом может что-то потанковать, но мы вспоминаем про остальные минусы. И подставить борт, когда твой танк практически вообще не ездит и не поворачивает, очень тяжело. Пока ты там будешь ворочаться свой бортик подставлять, уже бой закончится. И тебе просто выедут, насуют куда есть. Вот и получается, что этот танк просто мусор. Он не нужен ни для чего. И никакую роль в бою он не выполняет вообще. Ни танка, который продавливает направление, он этого не может. Ни танка, который сдерживает направление, он этого не может. Ни танка поддержки он не может в это, потому что он не успевает выехать там, где надо и вообще никакой. Он в принципе никакую роль в бою не выполняет. Это просто шлак, который куда-то там ползет, а когда куда-то дополз, просто вылазит там, где получилось и стреляет своими слабенькими снарядиками. И из фишек у него типа два ствола. По сути это просто мини барабан на два снаряда, у которого есть возможность стрельнуть сразу двумя снарядами, но это почти никогда не имеет смысла, потому что стрелять залпом это практически всегда выкинуть два снаряда на ветер, которые по этому ветру полетят куда попало, но не во врагу. Из этого делаем вывод, что танку либо не хватает мобильности, чтобы быть тяжелым танком поддержки и ездить по всей карте что-то там делать, пытаться помогать своим союзникам и с удобными своими параметрами выезжать и наносить урон, чтобы влиять на бой и помогать союзникам. Либо ему не хватает брони, чтобы сдерживать или продавливать направление, быть опорной точкой фланга. Сейчас в основном, если кто-то в рандоме видит двухстволку, что он скорее все будет думать, о халявная домашка, буду сейчас в силу этого пердолить. И это разработчики нам предложили в качестве венца творения двухствольного на десятом уровне. Спасибо огромное. Очередной раз почему-то мы заслужили такого отношения к себе и должны с лопаты принимать вот это вот в свои ангары и зачем-то им еще и должны пользоваться. Видно, что над балансом танка поработали никак. И уже прошло практически полгода, никаких изменений с этим ведром не произошло. Я думаю, что произойдет лет через десять. Запомните мои слова, двухстволку апнут через десять лет. И тот ап будет уже настолько поздним, что как обычно, даже тогда будет танчик такой себе. Разработчики очередной раз показали свое отношение к игрокам, которые действительно играют в эту игру, а не просто в ней присутствуют для количества. Эта ветка, как и этот танк, вообще не нужны ни в ангаре, ни в рандоме. И смысла они не имеют никакого. Разработчики профукали такую великолепную фишку в игре, как два ствола. На выхлопе мы получили ненужный шлак, а единственные нормальные двустволки это премиумная и восьмого уровня прокачиваемая. При этом прокачиваемая не для всех, потому что она более мобильная, с уклоном в средний танк, а не в тяжелый. Поэтому большинству нелегко ее реализовать. А вот премиумная двуствольная восьмерка, это действительно тот тяжелый танк, который может танковать, сдерживать направление, продавливать. И там великолепнейшая пушка. Да, не настолько она удобная, потому что у военов особо нет, но зато там великолепное пробитие, стабилизация и точность, все в порядке. Это один из сильнейших премтанков восьмого левела. И на восьмом уровне видно, куда могла развиться эта ветка на десятом уровне. Один танк у нас про броню, премиумная двустволка. Один танк у нас про мобильность и танк поддержки, это прокачиваемая восьмерка. Что мы получили на десятом уровне? Ни то, ни другое. Просто мусор, который не ушел ни в ту сторону, ни в другую. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok